Всем привет, с вами Texas, это хайлайты матча OG и Secret. В этом сезоне ни разу, просто ноль побед у OG над Secret. Именно в плане, конечно же, серии, а не в плане одной карты. Но сейчас Sock Sky на замене будет сыграть, конечно, посложнее. Тем не менее, поинтов почти хватает OG для инвайта на Интернешнл. И сейчас победа уже 100% гарантирует поездку на Инт. Ну что, смотрим доту, это хайлайты, с вами Texas. Фэнтези Лига на 10 баксов по ссылочке в описании, точнее, в комментарии закрепленном. Агрессия пошла сейчас в сторону Себастина, проблемы огромные у Дарксира. С ним выезжает даже Ябзор на стаки, вот туда Пупей. Бара на подсейве, но тычка залетает от Ябзора, въезжая дальше. Пупей в таверну отправляется, Стамб пошел еще и по Джераксу, но не получилось. Здесь убийца перед Брейкера, Бара дожидается возвращения тиммейта. Ой-ой-ой, подпили Пупей, наказывает его за то, что была агрессия по Джераксу. Джеракс уже потратил Шрайн, Сокска пошел в бой, и здесь уже на месте Себастиан по Дэнкс Шеллам. И при этом у него, конечно же, есть Сюрш, но пока в кулдауне. Ладно, въезжает дальше Ябзор, протаранил неплохо так здесь Лину Джеракс. И по Ябзору пошел ДПС, есть Ликвид Файр, проблемки у Лины. Въезжает Бара, Баш, да, работает 17%! В Дабл-Кю для Джеракса под вышкой агрессируют парни. И с OG давят, давят команду Сикрет, и такое бывает. При этом у нас Пупей пытается пробить Джеракса, но тут уезжает просто. Да, 831 МС, еще и в центр, ой, да ладно! Въезжает в Мидвана, работает Топсон, Мидвана остался без ХП, без маны. Но ему хватает, там были стики, там также есть Хилинг Селф. На топе задетектили Мидвана, въезжает туда уже в бой Джеракс. Протаранил пока Гиролета, у того есть кулдаун, у того есть Баражи. Все пошло под себя, на месте. У нас еще и Себастьян оказался, это минус по... Кстати, Пупею, там его прибил Ябзор, встретил его на речке, прибил Утиметрия, я так понимаю. Ну а в это время у нас там пошел по Джераксу. Есть Торнадо, но... Но, кстати, неплохое оно получилось, бьют Зая, Зай больно, Зай страдает. Но пока МНС, здесь Андерлорд, и он выживает, слишком жирный герой. Ну и бить его не получается. При этом у нас еще и Анну под спелье, Стан, Анна в таверну. А это плачевно, конечно, это так-такор команды OG, такому керрию умирать нельзя. С диффузами Сларк. По армии пока Медван леса, при этом у нас пошла вылазка от коллектива OG, въезжает спирит брейкер, протаранил еще и есть страйк в лицо, Медван отправляется в таверну. Ой, как обидно, умирает Гирокоптер, при этом у нас дальше поспереди еще и Ябзора, хороший. Торнадо зашел сейчас от Топсона, въезжает Бара, небольшая какофония по спеллам, там, хотя, нет, нормально все получилось, все хорошо получилось. Все-таки у команды OG берут свои свои обратно, поджигает здесь у нас, пока, конечно, Макропира и Джакиро, есть уже дабл-кью для Медвана, дамажит Медвана, въезжает у нас спирит брейкер, протаранил, убил, кстати, это после байбэка. Ой, как обидно, ой, как плохо, нельзя, только, наверное, Гирокоптер упал от Анны, Анна ушел. Ну и знаете, в этом файте, несмотря на кучу фрагов, побеждают все-таки парни из команды OG, дважды умирает Гира и он не фармит, он очень долго в таверне. Ой, Топсон далеко зашел, есть пока Юльчик, пошел сразу же там, по таймингу Лагуна пошла, неплохая Макропира, Сокска спасает тиммейта, максимальный подсейв, но ракета вошла и дэмоджа там, наверное, хватит, да, еще и станут, ниши дистанционно пробили инвокера, но у того есть байбэк, он выкупается, хороший вакуум, стенка стяжка. Завидает от Себа, есть на базу уже телепортация от Андерлор, понимаешь, что пора касать Дарк Рифт, и Дарк Рифт его спасает, и его команду тоже он, конечно же, спасает. Ну, маловато за байбэк инвокера получилось для команды OG. Ой, там подзагуляли, Зая нашли, Дарк Рифта нет, он в кулдауне, все еще телепорт пошел еще и от Джеки, ой, прошу прощения, от Геракоптера, есть Айспас у Джеки Роса, сразу поймал здесь Гирича, но у того есть Блокенбар, хотя он очень пустой, серьезно. Тот байбэк повлиял все-таки на его фарм очень сильно, и здесь посыпались немного герои. В файте у нас выкупается уже ШД и Спирит Брекер, бар обвинется быстро, ШД идет пешком, Зай, проблемы, есть Шрайн, спасти Зай, рядовой Зай, живи же, Айспас, кстати, у Зай еще есть Юл, Паунс от Анны, Анна нагрызает, как же много у него уже, конечно же, ловкости, ракета пошла, но это не помогает, Зай просто, ой, Зай, конечно же, Анна просто всех вырезает, а Зай ушел в Юл, и его после этого прибили, Паунс, так, прошу прощения, Паунс, Форстав, конечно, как я много путаю в этом файте. Слишком уж шномбурно, я не ожидал такой пройти от команды OG, да ладно, они просто выносят, серьезно, они выносят Team Secret, и напомню, OG с заменой, здесь не играет No Tail, он даже не присутствовал на пиках, он все еще болеет, и Сокшка играет сейчас, ну, на замене, а это тренер команды, тренер на Джекиросе. Ну что, минус мид, еще и на верхнюю линию смещаются OG, они далеко ходить не собираются у Анны, а Икса уже нет, только что пропал, есть Юл, так, Торнадо, ЕМП, Хайс, пас, туда бы еще стенку-стяжку бахнут, но, увы, это в кулдауне дело, въезжает Баранжерос, скатился, боже мой, какой же он быстро на всю Джекирос заехал, просто в бой, всех протаранил, всех раскидал, Байбеки, Байбеки, команды Secret, это очень важно, их нет, Байбека просто нет, падает у нас ниша, без Байбека, Мидвана поймали, протаранили, Мидван тоже минус, good game, well play. Первая карта за командой OG, хух, перед второй картой нужно немного передохнуть, кстати, вот пока у меня есть небольшой к вам вопрос, был такой спор в комментариях, почему я называю команду OG, OG, а не OG, при том, что я называю, ну, EG команду Evil Geniuses, а не EG, ну, я вот не знаю, как-то привык называть команду злых гениев именно EG, потому что IG, EG для меня как-то вот получается слишком запутанно, вот, я кажется, про команду из Китая, и, как вы считаете, вот, как правильно, все-таки в доте не все есть моменты произношения, как бы, достоверные и правильные, то есть, никто ведь не называет Тини Тайни, а это правильно, не знаю, как-то я с OG привык, OG мне ближе, нежели ОГ. Первая карта была невероятно хороша, но смогут ли OG взять 2-0, победу над Сикрет с заменой в лице Сокшки? Это будет, ну, просто такое плюс-минус невероятное событие, я не знаю, там, коэффициент на такой исход, сколько там, 1 к 7, к 8, к 10, кстати, Топсон играет на Тини, весьма интересно, ну, а Сокшка снова играет на Джекеросе. Мидван вышел под баунти, но его поспел здесь уже Анна, Анна на своем джигерномуте, ой-ой-ой, РП пошло, Себастьян на месте, просто законтролил, Мидван, а он мне слэш, не-не-не, Мидван, ты не уйдешь, уж прости, но ты умираешь. Здесь, без шансов, Зайкс не нашел хастуль снизу, у нас Фингеров Дэск казнили, Топсона, это размен, получается, мидера на мидера, поджигает здесь еще и Джеракса, Зай, боевой, поехал в бой, просто такой забавный, мне кажется, стиль, получается, на Акс, ну, именно, шмотки плюс Акс без топора. И готов, минус по Джераксу, хороший удар кулачиной в голову от Акса. Опа, на месте, Зай ворвался по Аня, и спас, раз уже вот Сокшка залетает, есть Долбресс в лицо, РП пошло, ой, хорош, туда в Макропиру, но она в кулдауне, очень жаль, конечно, что так вышло, а у меня слэш, по двум героям, проблема у Зая, Зай страдает, Зай умирает, а она отступает, пока под Феллспромисом, хватает ему ХП, чтобы выжить, есть Долбресс в лицо Сокшки, ну, и Ниша его не убьет, отлично, отлично, минус два героя уже. У Тим Сикрет, ну, и, возможно, под пуш еще будет по вышке, там Топсон делает даблкил, убивает еще и обзора, еще и Пупе взять можно, но нет, не так просто получилось, Топсон падает, Пупе это кастует. Гвардиан Энджелс, ну, и сам оступает под Грейсом, при этом падает вышка Т1 под центральной линией. Ну, решили отбиваться, все-таки секретные, они сломали лицо Джераксу через Акса, и здесь езжает Топсон, так, продамажно Тоса, и вон уж как же больно, Ниша, Ниша в таверну отлетает, довольно-таки неприятный момент, еще и подвезли здесь двух героев коллектива Сикрет, дамажно, дальше у нас Анна, работает сейчас под Эмпауэром, Зай умрет, да, это будет минус, даблки для Анны, еще и поймали Пупе. Нужен подсейв от Е-обзора, но подкоп лишь по одному, въезжает Мидван, казнил Топсона, но все-таки трипл килл забирает Анна, вот как бы вам и Анна. Не зря он возвращался, конечно, не зря он отдыхал, видимо. Врыва Топсона продамажили, пока здесь Мидван, она пошел у нас дояривать Сокшка, неплохо все выдалось сейчас по своему прокасту, без Макропира, конечно же, а вот и Макропира, а вот и РП, а вот и Омни Слэш улетает у нас пока Мидван без маны, ай, спас великолепный Сокшка, ты что творишь? Ну, вот вам и Котч играет на Джекеросе, весьма-весьма недурно. Знаете, я не ожидал, серьезно, команда OG, напомню, заняла четвертое место в группе, четвертое, последнее место, и она уже выбила команду ЕГЭ в Бест в один, и сейчас они ведут 1-0 против Сикрет, и настолько круто играть вторую карту. И Рошан, похоже, для команды OG. Попытки засейвить Рошан от коллектива Сикрет, пытаются они как-то выйти, Топсон поехал, так, езжает прямо в ябзор, а то с Эваленш прямиком под Эмпауэром, но это было слишком больно, такое не пережить, и еще и Майли Мидван, и Мидван реминантами не обладает, так что улетать некуда. В это же время врывается Акс, поступили здесь Себастьян, все проблемы, он, кстати, без РП, но зато с Меккой, но не хватает, Мекку он не прожал, там все-таки топор, ладно, топор, кулак от Акса вошел, руки-базуки, все дела. Ниша битый, Ниша в таверну, да ладно, Ниша умирает, еще и Зая бьют, а вот теперь, конечно, можно и наказывать команду Сикрет за этот деф Рошана. Въезжает даже Топсон, есть чины в его сторону, Эваленш, Тосик на тиммета, или куда? Да, на тиммета повлетает, правда, нет, айспас пока от Сокски, но хватает по Мидвану демеджа, и въезжает у нас Зай как-то неудачно, нарычал, но знаете, за это он будет наказан, жестоко наказан, Топсон, прыжок, Тосик, хорошо, Зай в таверну, зверствует Анна, и этого тоже, Пупея тут душит, есть Грейс от него, на пацей в себя же родного, любимого, Finger of Death есть у Ябзора, но никто лоу-КП не обладает у команды ОГ. Но все еще, Рошана не упала, опять въезжает Топсон, не додамажил Ябзора, да ладно, там не хватает ДПС и РПшка, лишь по одному Пупею, ой-ой-ой, пошла какофония небольшая от команды ОГ, чутка не ошибаюсь, чутка они не додамажили, есть он мне Слэш, пытается убить Ябзора, да какой же он толстый, вот под сейвом Пупея, все-таки Guardian Angels это полная, нивеляция урона от Физухи, конечно же, ну и у нас отступает блинкаут, пока ниша, его подвязал Фатун Энзом, въезжает дальше Топсон, Топсон на месте, дамажит нишу сейчас, бревном своим, Эваланшем, сбить рефракшн нужно, блинкаута нет, а из пас пошел, а из пас неудачный, но нишу нашли, ну да, ему тупо перекрыли проход, закрыли в угол, и там, конечно же, убили, дабл-кю для Анны, Рошан все еще стоит, давайте добьем Рошана, парни, наконец-то, упал Рошан, наконец-то, Ягису Анны, здесь дамажит Себасеп, если что, Сарпеха еще и под действием Фэлс Промиса, Топсон продамажил сейчас еще и Мидуана, вот это агрессивный тени, кажется, кстати, скоро у него будет этот лесоповал, когда он просто занимается вырубкой леса, бревнами закидывает Анны, теряет Ягис, Зай, ну, неплохо ворвался, Finger of Death, кастовал Ябзор, кстати, у него два пальца, если что, возрождается Аннатан, кстати, у него есть Омни Слэш, где РП, мы выжидаем РП, нужна позиция, подъезжает, подкатил Себ, но не, вкастовал РП, отличный Хекс, от Ябзора он не позволяет здесь вкастовать Себу свою РП, при этом еще и Ману высосал, так что не было Манны даже после Хекса, падает у нас сейчас Акс, без ПВК, Омни Слэш, больно, неприятно, Анна, еще один фраг, да боже ты мой, 11.09, какой же ты бешеный, какой же ты дикий, Айспас на подсейв, Пупе прилетел, но сразу встаня, как-то Джеракс не домансил, телепорт слишком поздно, он кастует, долго выжидал, не спушили в сторону, а Ягис потеряли, Рошан почти упал, не успевают, Team Secret, они были в смоках, они недалеко, ну, возможно, будут нападать после, в это же время у нас выезжает за Мидваном, Себастин пытается его перехватить, и, кстати, в центре все-таки будет файт, Сокшко видно, подков, въезжает Эмпларка, но перепрыгнула, задушила все-таки Джеракса, чтобы не было фэлспресса, РП пошло, Зай в таверну, но с байбэком Сокшко тоже минус, минус 2 героя, ООГ пока плюс для коллектива идет, но ненадолго, потому что падают еще здесь 2 персонажа, это минус 2 суппорта, Леон и Омни Найт, отступает уже Эмбер Спирит, ну и все-таки зря, данный файт принимали парни из команды Сикрет, зря они его, точнее, начинали, потому что Айгис они не выбили, еще и байбэк теряют на Зайе. Да, въезжает на базу, сейчас ООГ демонтирует потихоньку центр, пошел у нас на Яреватине, но там маловато деревья, в жале нет комбинации с тем, чтобы деревья посадить, Айспаз, залетает Анна, вперед поехал в бой, Омни Слэш, если что есть, Медван наступает на рис свой реминант, хилингвард от Анны, главное, чтобы его не пробили, ну и пока пробить его некому, так что хил пошел прям дикий, Топсон въезжает в нишу, но не успел его затостить, не успел его там подловить, а Эрпека по Медвану, а нормально, а неплохо, в таверну вправится Эмбер, но с байбэком, байбэк он кастует, байбэк также есть еще у Леона и у Теплора Ассасин, горит Макарапира, немного отступают парни из ОГ, я думаю, что они довольны тем, что с пуша лимит еще и выбили байбэк из Медвана, Эмбер чайный прыжок, айспаз неудачный, въезжает Тинни, там пошел Тосик, но некуда ДПС, Манны уже у Тинни не осталось, но у него есть сыр, так что в принципе при необходимости прожмет сыр для того, чтобы Манну восстановить, но как мы видим, это не нужно. Сыр еще есть, а вот Аегиса нет у коллектива ОГ, но зато они уже сломали нижнюю линию и остался последний лайн, Анна пока под дабл дэмэджем, под Мунжардом, просто максимально фармящий вышел Джиггернау, 28 Канетворс, 0 смертей, 0 ошибок, конечно же, куда же без этого, байбэки у команды Сикет все еще в количестве двух штук, есть РП, подвезли здесь у нас двух героев коллектива Сикет, задом валили, там Зая, сломали Пупея, байбэк пошел в тэп-арке, но нет байбэка у Зая, и нет байбэка у Пупея, и до байбэка еще 2 минуты, даже 2,5 в среднем осталось, Тобсон бревнами немножко отзонил, ну там кулдаун маленький, можно в принципе экономить 3 волой для какого-то врыва, возможно, под еще 1 РП, хотя там кулдаун большой, нет, конечно, рефрешера, бревна, ой, как больно, я обзор в таверну, но с байбэком, Сокшка минус, но это лишь Джакиро, он и так делает максимально все круто, у него 28 ассистов, боже ты мой, 28 ассистов, это вообще законно? Что это за замена такая дикая получилась, там Фингер оф Дес, но они хотят ДПС, обребна, слишком мало там леса, не получилось забросать, Ниша, пика пошла, но там сразу же залетает еще и Дизарм при помощи, конечно же, Ораклы, это будет минус по Ниши, Ниша без байбэка умирает, и это, видимо, 2-0. Да, все-таки Фейт Эдикт очень круто контрит темпларку, даже не нужно попать Алибарду, Медвана поймали, Медвана дамажит, и у него есть прыжок, но это его не спасает, и не спасает его команду. Боже ты мой, я не верю, это 2-0 для команды OG, серьезно. OG с заменой, с коучем обыграли матч на вылет Team Secret, и Team Secret занимает, получается, 12 место, то есть 9-12 место для Team Secret. Ого, жестко. Кстати, данной победой команда OG гарантирует себе 100% инвайт на International, ну и помимо того, что себе они, как бы, уже гарантировали поездку на Инд, так они еще и понизили планку до 700 поинтов, и теперь команда King Gaming тоже получает 100% инвайт на International. У нас уже известно 11 команд, и лишь один слот остался, и в текущий момент за этот слот сражаются на турнире команды Royal Novy Give Up, Альянс и Гамбит, и также, если, ну, плохо сыграют эти 3 команды, есть шансы на получение слота для их ум. Как думаете, кто возьмет последний слот? 4 команды, 1 слот. Пиши в комментарии, жми палец вверх, подписку и колокольчик. Ну, а с вами был Texas. Скоро будут хайлайты матча Гамбит, также будут хайлайты матча Альянс. Ждемс, пока.